Узбекистан становится центром нового ренессанса, черпая вдохновение в своем богатом культурном наследии. Недельная серия тематических конференций и выставок в Ташкенте собрала, по данным организаторов, более тысячи участников и гостей из 60 стран. Узбекистан. Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана выступило одним из устроителей мероприятий. И благодаря тому, что страна открылась миру, сформировалось сообщество ученых из многих стран мира, которые живо интересуются, исследуют культурное наследие Узбекистана. И результаты этих исследований ежегодно представляются на неделе культурного наследия. Современный Узбекистан, города которого находились на Великом Шелковом пути, хранит обширную коллекцию сокровищ прикладного искусства, монументальной архитектуры, бережет традиционную одежду, рукописные книги. Сегодня это наследие вдохновляет современных узбекских художников, от авангардной живописи до кинематографа. Конечно же, культурное наследие – это именно тот бренд, через который Узбекистан позиционирует себя на международной арене. Наше культурное наследие велико и разнообразно. Его истоки теряются в глубокой древности. У нас были разные исторические этапы. Был и Ахименицкий период, был и Античный период, было ранее Средневековье, Исламский период и, конечно же, 20-й век, который породил такой вот синтез Запада и Востока. Узбекистан надеется, что растущее признание его наследия приведет к притоку посетителей за рубежа. В прошлом году Узбекистан посетили более 5 миллионов туристов. Сейчас страна инвестирует в новые туристические направления и инфраструктуру. Эти инвестиции стали одной из важных тем ташкентских конференций. Это окажет влияние, создаст много достопримечательностей. Я полностью уверен, что если Узбекистан продолжит в том же духе, 20 миллионов туристов – это не мечта, это может стать реальностью. За последние 14 лет население Узбекистана увеличилось на треть и превысило 36 миллионов человек. С ростом числа детей в стране модернизация системы образования приобретает важное значение. На конференции была подчеркнута необходимость строительства новых школ и разработки образовательных программ, отвечающих международным стандартам. У нас есть демографический потенциал, который можно использовать, только инвестируя в человеческий капитал. А это напрямую связано с качеством образования, в основном с инфраструктурой, вопросами подготовки учителей и результатами обучения. Так что это основные вопросы. Новый ренессанс в культуре и образовании, технологические инновации, устойчивое экономическое развитие и благоприятная бизнес-среда. Узбекистан готов поделиться опытом для достижения этих целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова